Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, уважаемые любители шахмат. Сегодня с вами Владимир Добров, и мы разберем третью и четвертую партию, а именно основные моменты, случившиеся в матче на первенство мира в Лондоне. Мы перейдем сразу к партиям. В первой партии претендент нашего на коронах Биана Каруана, играя белыми, применил уже известную нам систему Русалима. Таким образом, Магнус показал, что он готов играть коньцы 6 в этом матче всерьез и надолго, как говорят в таком случае профессионалы. И мы не увидели принципиального хода опять-таки Д4, а продолжились перипетии в этом разветвлении. В первой партии, напомню, которая складывалась достаточно удачно для Магнуса, последовал ход G6, в этой партии последовало то же самое. Последовала та же самая идея, ДЦ, Д3, слон G7, рокировка. И в отличие от первой партии, где Магнус продолжал конь в 6, в этой партии Магнус принял ход, принял решение сыграть Ферзь С7. Ферзь С7 далеко не самое главное продолжение, не самое популярное. Полагаю, таким образом он хотел немножечко изменить ход подготовки Каруана и пытаться выбить его дебютные, возможно, бомбы. Но бомб, как говорится, не последовало. И, безусловно, этот ход Ферзь С7 явился для Каруана уже сюрпризом. Ладий Е1. Ход не самый популярный, в отличие от хода H3, который наиболее часто встречался, после чего, возможно, следующий край Е5, слон Е3, B6, и белые играют достаточно типовой ход, осуществляют ход А4. Черные должны играть А5, для того, чтобы избежать этого давления. И после коня А3, коня Ф6, конь С4, белые часто создают угрозу вскрытия фланга ходом Б4. Вот такая вот идея у белых существует. Но последовал ход ладий Е1, и черные ставят пешку на Е5 классическим образом. Теперь они подготавливают, опять-таки, маневр коня через Ф6, Д7. То есть некоторое разветвление, в отличие от первой партии. Итак, Е5, А3. А3 ход типовой, то есть одна из главных идей – это сыграть, естественно, Б4, белый готовит Б4. Допустим, конь Ф6, как было в партии, более логичного хода не придумать, Б4. Да, и предлагают черным взять эту пешку, после чего белые очень комфортно располагают свои фигуры, а именно, слон Б2, конь Д2, конь С4, и начинают давление на пешку Е5. Отлично располагается ладья по линиям, и, в общем-то, можно сказать, позиция у белых всегда приятная. Но чемпион, безусловно, был готов к подобной идее, уверен, что позицию анализировал, сделал локировку, предлагая белым пойти на достаточно принципиальный ход. В БЦ. Принципиальное решение. После БЦ партия могла развиваться следующим образом. Безусловно, конь Д7, предлагая белым сыграть слон Е3, точнее, вынуждая уже сыграть слон Е3, и после Ф5 возникала бы очень сложная и запутанная игра. Безусловно, со встречными шансами. Полагаю, что данную ситуацию Карлсон проработал лучше, был готов к такому течению позиции, к течению партии. Круана же выбрал более спокойный ход, конь БД2, что, в общем-то, его матчевой стратегии на данный момент соответствует. Он не лезет белыми, не показывает ничего. Но в то же время мы видим, что нету какой-то агрессии, нету давления. И Карлсон сыграл достаточно просто, а именно сыграл слон Ж4, не придумывая никаких сложных переводов, и пошел на позицию с минимальным, возможным давлением белых, а именно, просто все разменял, и предложил, по сути дела, такую вот позицию. Слон Д2, пожалуй, последний момент, где белые могли еще хоть что-то добиться, а именно, могли разменяться, сыграть слон Д2, заставить черных карнуться на С7, и пойти в ФС1, определенное давление, оказывая на пешку Е5. И после КНД7, ФСА7, пытаясь как-то пристать к пешке БС, ну и в этом случае, черные играют, Ладья С8, Ладья Б1, допустим, Б5, полагая, что все-таки в этой позиции слишком мало. Хотя, конечно, белые могли как-то здесь поддавливать. То есть, в принципе, такой вот момент для белых был упущен. Ну, претендент сыграл слишком просто, С2, после Ладья А8 возникли массовые размены в ближайшее время. ФСБ4, Ладья Е8, аккуратный ход, защитили пешку на Е5, освободили пыль для слона, и после С3, Б5, белые не нашли ничего лучше, как просто смахнуть все фигуры с доски. И позиция уравнялась полностью, после чего даже Магнус пытался здесь немножко поддавить в Эншпиле, но второй по рейтингу шахматист мира Фабианов спокойно предотвратил все возможные попытки черных его выбить из клея. Ну, последовали некоторые усиления, ну, в общем-то, все поменялось, в итоге казалось бы у черных чуть-чуть поприятнее, но все разменялось достаточно быстро, все пешки были разменены, и вот так вот закончилась первая партия. Ну, в этой позиции мы видим, что цвет не соответствует цвету слона черных, и это легкая ничья. Вот так вот закончилась первая партия, и мы переходим сразу ко второй. Во второй партии чемпион применил уже известное одно из излюбленных оружий от С4, английское начало, и, конечно, многие уже начали потирать руки, что нас ждет интересная борьба. Ну, так оно и случилось. В этой партии, в принципе, были достаточно интересные моменты, которые мы сейчас и разберем. Претендент ответил достаточно принципиально, и после слон же 2 сыграл слон С5, ход, который сейчас входит в репертуар топ игроков мира, достаточно плотно, то есть ход, который имеет достаточно хорошую репутацию, за последние 2 года не претерпел каких-либо серьезных изменений, слон С5 играть можно, и похоже, что это просто силь. Рокировка, рокировка Д3. Так продолжалась партия Уэсли, Со, Карвана. Безусловно, Карлсон об этом ждал, что повторится, возможно, сыграл слон Д2, она и повторилась, конь Д4, слон Д4, конь С3, точнее, слон С3, конь Д4, и после Б4, это, по сути дела, новинка, в отличие от Ладеца 1, что применял Со и партия завершилась ничью, Карлсон решил усилить игру ходом Б4. Но, Карвана был, безусловно, к этому готов, и пошел слон Д6. Ход, безусловно, не бросается в глаза, в отличие от простого хода слон Б6, полагая, что какие-то возможные идеи Карлсон там и заготовил, но слон Д6 явилась достаточно интересным ходом, предлагая Белым таким образом определиться с дальнейшим планом. Одна из первых возможностей, которой стоит обратить внимание, это конкретное взятие на Д4 центральной пешки. Черные в этом случае намечали слон Ж3 и после АЖ Ферз Д4 возникала такая вот позиция. Но, отмечу, что слон Ж7 гради здесь крайне опасно из-за слона Ж2 и Ферз Х4. И теперь уже черные имеют определенные вопросы королеву неприятеля. Вместо этого, конечно же, заслуживает внимание позиции после Ж4 и Ферз Д2. Белый, казалось бы, организует такое вот стандартное достаточно движение пешек в центре и 3 Д4, но у черных есть очень серьезная игра, точнее, контр-игра с движением пешки АЖ. И, безусловно, здесь можно говорить о том, что черные имеют полноправную игру. Такой ход событий Карлсона, безусловно, вряд ли устраивал и сыграл ладья Б1, после чего Круана быстро взял на Ф3 и сыграл А6. Понятно, что этот вариант готовился дома, белые сыграли А4 и спокойно приспокойно С6, таким образом нейтрализуя давление посредством Б5. ладья Б1 ход после длительного раздумья, ход, безусловно, очень пассивный, с другой стороны, видимо, Магнусу показал, что после Б5 ничего нету, мы сейчас этот момент разберем, тем не менее, как сказал Кирик Аспаров, если ты сказал А, то ты должен сказать и Б, поэтому Б5 в этой позиции, наверное, является такой критический моментом, после чего, после Б5 партия могла продолжаться двумя способами. Первый способ, который отмечался практически всеми комментаторами, это ЦБ А5, после чего белые должны играть Ф4, так как черная пешка уже готова ринуться дальше и определенным образом сковать белых. И говорить можно о некотором перевесе белых, однако, полагаю, что после хода Ф7 среди С5, Е4 позиция все-таки была ближе к равенству. Белым крайне сложно организовать какое-либо усиление, ну а в общем-то по-другому здесь ничего не добиться. Так, ну и второй момент, пожалуй, после АБ, АБ, черные могли пойти слон Д7 и, наверное, поиграть даже эту позицию. С виду, конечно, пешка С слабая, однако, после, скажем, хода слона Ф8 черный ферз централизуется и опять-таки создается идея с ходом Е4, после чего, пожалуй, все-таки одной слабости здесь не хватает. Черные за счет активности все это спокойно прибирают. Что же последовало? Ну, Б5 не последовало, последовало ход Ладей Е1, слон Д7, аккуратный ход Е3. Безусловно, такой ход не может претендовать на что-то большее. Каруан это понимал, думаю, понимал, что и Карлсон. Позиция без коней здесь крайне не агрессивна, крайне очень мало идей. Тем не менее, последовало Ферзи Ф6, слон Е4 и Каруан предложил размин Длопова. Карлсон, понимая, что ничего не добился, попытался искать шанс в Эйшпиле. Как мы знаем, Карлсон большой специалист в игре в равных окончаниях. выжимая из камня возможные какие-то капли, сыграл Ферзи Ф3, слон Е4, Ферзи Ф6, ЖФ, ДЕ. И после четкого хода Б5 претендент зафиксировал пешку на Б4, по сути дела приговаривая эту партию к равному исходу. Ладья Д1, слон Ф8, черный выбирает слон Ф8, проблем у них в принципе никаких нету, АБ, АБ, открылась линия А, то есть сейчас по сути дела будут разминки слабостей. Король Ж2, пожалуй, это единственный момент, который надо отметить, если сейчас черные сыграют неаккуратно, то белый король пройдется на поле Ф5, и тогда действительно можно говорить о очень серьезном перевесе белых. Но черные очень аккуратно подменивают еще одну ладью. Ладья, конечно, менять нет смысла, ладья Д1, С1, король Ж7, то есть черные таким образом препятствуют продвижению белых короля. Слон Е1 напали на пешку, ладья С8 спокойно защитили, ладья С2 второй ряд прикрыли, ладья А4 напали на держим под контролем пешку Б4, то есть все достаточно разумно и после король Ф3 черные сыграли Ж5. Полагаю, что вот в этот момент белый был последний шанс как-то организоваться, попытаться пойти Ж4 в надежде на АЖ. АЖ, безусловно, ход крайне опасный, так как теперь белые добиваются колоссального преимущества. Организовываю положение короля на Ф5. Но, полагаю, что черные бы ответили король Ж6, ну, можно было сыграть АЖ3 и, может быть, потом уже убирать короля или что-либо другое. Но, Магнус уже понимал, что вряд ли выжмет даже и здесь. Сыграл спокойно король Е2, после короля Ж6, АЖ3, Ф5, черные разменяли еще одну пешку, Ф3, слон Е7, Е4, король Е6, слон Д2, слон Д6, владел С1. Согласились, но ничью. Вот, такая случилась партия без особых спецэффектов. Полагаю, что каруана отлично справился с задачей уравнять черные. но пока мы отметим, что ни одна из сторон белыми не может продемонстрировать абсолютно ничего. Будет интересно, что именно подготовил каруана на следующую партию, будет ли смена хода, какую стратегию применит Карлсон и что нас ожидает. Сегодня в 6 часов вечера для вас будет работать Ян Непомнящий. Приходите, поддерживайте, болейте, играйте в шахматы. С вами был Владимир Добров. Всего доброго и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok